Музыка Ну вот я специально сегодня вечером пошел, сделал серию фотографий для того, чтобы показать вам, как в фотографии воплощается философия Бодриара. Ну и несколько слов о том, что в общем-то мы сегодня делали, мы гуляли по вечерней Сесимбре, там где мы живем, в Португалии. Вот это окрестности Лиссабона, как бы по сути своей до Лиссабона 15 минут езды до пригорода, ну до въезда в сам Лиссабон, до моста, может 20. То есть как бы вот, ну до Соболи с Соботой минут 40, там еще по мосту нужно ехать разворачиваться там и так далее. Вот, и по сути своей здесь вот стык нескольких философий, я просто хотел показать, как это технически делается. А Сесимбра это такой город, ну честно говоря, я был в Сесимбре там, на этом месте до этого, не гулял ночью, гулял днем немножко. И мне показалось, что там есть очень интересные вещи, которые позволяют передать вот философию Жанна Бадриара и сопряженные философские концепции. Вы сейчас их увидите, я покажу, как это действует. Вот, если посмотрите на эту фотографию, это фотография номер один, вы видите, одна дорога, видите, и вторая дорога. Вот лестница, видите, вот эта дорога через дебри, видите, через лес. И прямая просто вот дорога туда. Вот эта дорога интереснее намного. И эта дорога нормальная, известная, все в порядке, а эта дорога, видите, тут все неизвестно впереди. Тут все каким-то солнечным таким манящим светом. Но самое интересное в этой фотографии то, что в Португалии у них все указатели в одну сторону развернуты, до обратной стороны ничего нет. И вот здесь должны быть какие-то указатели, объяснения, куда идти, а их нет. Видите, пустота, ну, абсолютная, как бы, да. То есть, и поэтому создается вот такое магическое впечатление, что вот два пути, вот два пути, и ни по какому из них идти неизвестно. Тут вот здесь серединная, видите, дорожка вот такая, где, типа, можно, как бы, проскочить, но тут тупик. Ну, вот так выглядит эта фотография. Вот первая фотография в серии. Некий угол, некий угол, как вы видите, да, который, скамейка, угол, замкнутое пространство. И второе пространство там, да. И оно, вот, как бы, видно, это пространство, да, но хода туда нет. Вот, все ограничено, вот, этим, а, знаете, так, как это, как это, мечты, которые не сбываются. Да. Да. И вот, следующая фотография такая же в цвете. В цвете она выглядит эффектно. Ну, по поняту ночью, пентекс в цвете выглядит очень эффектно. Поэтому, еще фиолетовый цвет такой, сумасшедший. Здесь. Вот, так раз, сопряженная фотография, когда мало того, что вот эти указатели, они, ну, не видны, так они еще в разные стороны, как бы, показывают. Вот, тут такая дорога, да, которая совсем не связана с этими указателями. Видите, эти указатели к дороге не имеют никакого отношения. Дорога, вроде, как бы, есть, а указатели говорят, что нужно влево или вправо от этой дороги идти. Вот, обычная, ну, как бы, ситуация жизни, как бы, человека, когда он идет влево или вправо, да. Ну, только не по дороге, да, которые, потому что по дороге идти не интересно. Интересно, как бы, да, интересно идти влево или вправо, да. Пойдем дальше. Смотреть. Вот. Пойдем дальше. Это Алисина. Его фотография. Ну, они вот тоже Бодрияровские, эти фотки. Вот, вообще, Матрица, блин, как вы видите, Бодрияровская, то есть, когда, вот, воплощение агента Смита, как вы видите, да. А второй агент, вы видите, вот, если вы вспомните Матрицу, то Леха Книжник, он прям похож тут на этого агента, только у него вместо очков фотоаппарата, прям. Да, есть такая матричная фотография из Матрицы. Вот. Вот еще интересное фото. Поход в темноту. Да, то есть, как бы, когда ты, дорога в Атиму. Вечная дорога человека, да, в Атиму. Вот, это, наверное, одинаково хорошо. Вот, вот, Алису я фотографировал, банкомат, который, симулякра, который не отдает денег. Она, она его трясла, трясла, еле вытрясла 800 евро с него. Вот, симулякра. Вроде, банкомат, да, должен деньги давать, карточка нормальная. А он, говорит, денег не дал. Да, вот, очень интересная с Дариной фотография. Вот, Дарина, здесь, видите, немытое стекло, вот это вот, сзади муть такая. Еще и свет там какой-то, да, то есть, два мира, да, то есть, мир людей, как бы, и мир иллюзии, такой, как бы, поганый. Вот, Леха помогает отбирать деньги, Алисе Геннадьевне из банкомата, прикуривая, да, такой. То есть, он, по идее, должен световать, да, он прикуривает. Такая нестандартная шибу. Вот, вот, очень интересный кадр с краном, да. Кран в центре города стоящий просто. Такая вот, ну, странная ситуация, когда кран просто стоит просто так в центре города. Притом, обрадите внимание, башенный кран стоит статически, стационарный. Он не на колесах, не на шасси, как бы, а вот просто в центре города стоит кран просто. Что он там делает, непонятно. Вот, просто стоит в центре города. И вот, это, знаете, как вечный вопрос. А почему так, вот, в Европе, да, почему, вот, мы нарушаем Шенгенскую цену, ну, просто стоит башенный кран, вот просто так. Вот, нет ответа на вопрос, зачем здесь стоит башенный кран, он просто стоит. Вот, вот Саня на фоне банкомата того же, как бы, вместо того, чтобы деньги у него отбирать, он прикуривает, закрываясь банкоматом. Видите, банкомат использует не по назначению. По-бадрияровски, вот. Видите, да? Особенно это фотофер в цвете. В цвете, да. Книжники, именно такие мерзопакостные баннеры одел для марафона. Да. Именно вот в этом стиле. Да, вот тут есть, вот еще интересная фотография. Да, ну, то есть, по сути, то, что перед носом, мы не видим, да? То, что вокруг, нам свет мешает увидеть. А вот то, что вдалеке, мечту, мы видим очень-очень, как бы, хорошо, как бы, да? Да, да, то есть, но здесь от человека до мечты нет расстояния. Да, то есть, получить это невозможно. Но это можно только смотреть со стороны. Как увидеть эти кадры? Ну, вот мы же говорили о том, что есть восемь концепций, да? Вот что вы здесь использовали? Из восьми концепций много что комбинировал. И время использовал, и статическую картинку использовал, и динамический поворот использовал, и три плана использовал одновременно. Как бы, много чего использовал, наверное. То есть, это, как бы, соединение в точку. Вот если можно, мне надо обмену спрашивать. Ты спрашивайте, господи. Вот очень интересная бодриаровская фотография. Вот вы видите, да, Леха стоит, сзади такая тумба, и очень, ну, может показаться, что он хочет на нее сесть. А там сесть нельзя, видите, там такая штука мешает на нее сесть. А запрыгнуть на нее он не может, потому что она, как бы, ну, выше, чем седалище. Если вы можете посмотреть, да, запрыгнуть он не может, такая вот интересная. Да. Это очень интересная фотография, вот она. В цвете, называется, куда идти. Вот туда, вроде бы, дорога, да, тут стоп, ну, как бы, и, как бы, вот, такая вот, ну, такой вопрос. По этой дороге машины ездят, люди не ходят. По этой дороге люди ходят, ну, туда как-то вот и идти. И тут еще написано «Зона». Все написано «Зона». Это вот эти из фильма «Мокрицы», да, «Гадкие лебеди», эти, как бы, «Мокрицы». Тут Леха, блин, во всей своей красе, да, «Сверхлюди». Вот она еще, на фотографии такая же. Вот это вообще кадр из фильма. По сути, ну, погоня. Кто за кем гонится, непонятно. То ли человек за машиной, то ли машина за человеком. Такой круг замкнутый, с которого нет, как бы, выхода. Тут Георгий Победоносец. Сейчас. Георгий Победоносец атакует гадину. Такую в русском стиле, как бы, скажем так. Вот. И она просто вот на белой стене кусок вот висит. Что он тут делает, тоже, как бы, непонятно. То есть, вот совершенно не вкладывается в алгоритм улицы. Просто на доме, две дырки еще. Просто висит вот кусок вот такой. Кому-то просто захотелось вот сюда повесить. Это экран, вот, Бодриаровский. Бодриаровский экран. Черно-белый, вот, тоже круто смотрится. Вот, вот, вот это вот симулякро. Здесь вообще непонятно, что. Мусорка. Одна часть, вторая расписана. Здесь, говорит, это. Здесь еще кто-то вроде как живет, но все забито наверху. У меня, как бы, какая-то симуляция. Ну, здесь дом такой странный. С закрытыми окнами. Какое впечатление, что тут вот один человек живет, а все остальное декорацией. Ну, такой, знаете, район одного человека. И, обратите внимание, ни в одной фотографии меня нет. Да, то есть, это вот просто какая-то вот непонятная субстанция. Я бы даже сказал, это какой-то город фантастический. Где нет автора в фотографиях. И вот даже здесь, обратите внимание, вот такая же точно фантастика. Вот, есть некий автор, но я не автор этой фотографии. Вот такое впечатление, что вот этот человек фотографирует это фото. Underground. Многоэтажность жизни. Ну, вот он тут ярко вот очень. Этот Underground виден. На черно-бернале она и не так фотографирует. Тут много цветов, как бы, поэтому... Он, как бы, достаточно хорошо цвет передал. Пентекс, как бы, поэтому... Белгийцы с гаража. Да, ну, или вот Underground. Да, то есть, как бы, полный. Вверх движения. Тут даже непонятно, куда движение, потому что тут уже что-то делают. Здесь вообще непонятно, кто живет. Здесь все забито. Здесь, как бы, здесь кто-то, вероятно, живет. И тоже все забито. И кто-то в подземелье, никого нет. Здесь тоже в подземелье никого нет. А там какая-то радость. Вон, пальмы, там, и так далее. Но до туда далеко. Как до Луны, блин. Вот очень интересная фотография. Остановка, парковка, на которой машина с габаритами, как бы, стоит. Но она вот не последняя, она в середину залезла. Она в середину залезла. Это очень интересно. Фотография. Видите, перечеркнутая. Поворот. Разворот перечеркнут. Знак. Очень интересный такой стоит. И остановка автобусная. И все, как бы, здесь происходит. А там такая длинная дорога. Но по ней никто не ходит. То есть туда никто не ходит. Что там, неизвестно. Все, как бы, здесь происходит. Вот на этом пятаке. Вот два мира параллельных. Мир, как бы, лоска слева и мир пустоты, как бы, справа. На пути в мир лоска куча грязи. Мусорки, как бы, туда надо только через грязь ходить. А здесь и идти не хочется туда. То есть, либо грязь, либо... А туда вот нет желания идти. Там темнота впереди. Непонятно, что. Тут хоть понятно, что... Гранд-отель ждет, так сказать, человека впереди. Здесь как будто голыба. Сейчас на тебя вот эта хрень, как волна, свалится. Вот машина стоит, которая... Которая, вот, там ей хочется уехать отсюда. Чтобы вот эта штука не свалилась на нее сверху, на кругу. Вот, тут ярко видно. Мир, как бы, наезжает на это. И всегда он большой, страшный. Хочется от него убежать. Вот, очень интересно. Такой доктор зло. В те, из темноты. Нас ждут из темноты. Это стена какая-то или что? Ну, вот, да. Я ее так сфотографировал, чтобы остался только злодей, власящий из темноты. Тоже дебри. Такие серьезные. Без входа и выхода. Дебри без входа и выхода. Вот они тут ярче. Бедные. Нет входа. Специально закрыл плакатом вход. И вот, некое пространство, из которого нет выхода. Вот. Такая иллюзия. Леша стоит, смотрит на иллюзию. Тут размытие такое красивое, как бы, иллюзия. О, а вот фотоаппарат даже держит. Вот. Адаптивные блоки. Еще и с решетками все. Тут ярко вот, очень видно. Ну, тоже. На тему мокрецов. Такая бодрияровская фотография. Здесь она видна. Вот здесь она вот ярче видна в цвете. Пустыня, которая переходит в океан. И вот такая маленькая полоса жизни, да? Ну, вот интересная даже фотография. Вам, вам, вам мимо. Вот туда. Проходите. Да, это все не для вас. Такие отели не для вас. Ваше место вот там. Карабкаетесь на гору. Добивайтесь своих целей. Да. А вход в отель вот. Ну, в принципе, можно входить здесь. Да, то есть, но идти надо вот туда, да. Вот эта фотография очень хорошая. Она вот как бы два окна. Одно темное, одно светлое. И хотелось бы выяснить, ну, что там. А выяснить никак не получается, потому что в это окно ну, неудобно смотреть. Нужно как бы зайти, ну, этим фотографиями как бы игры. А вот это окно, оно темное. В него, ну, посмотреть как бы нельзя. А очень интересно, что там. А там неизвестно, что. Да, то есть, вот так вот. Вот, вот эта вот мне еще и понравилась фотография. Это такая вот мусор, препятствия, скамейки и все ради чего. Ради забитых окон. Ну, да, он впереди. То есть, то есть, в принципе, идти некуда. Хотя там светлое такое вроде пространство. Вот, очень интересная фотография. Чудак получает деньги как бы из банкомата втихаря, чтобы никто не видел. В тишине. Вот еще одна фотография. борьба с банкоматом у человека. Вот с матрицей, да. И вот нет ни конца, ни края. Вот как раз очень интересная фотография, которая тут комплексно показывает мир, в котором мы как бы живем. Да. Вот еще интересное тоже фото с Алисой. Вот одна дорога, по которой идет Алиса. А вот вторая дорога. Два мира разделяющихся. Здесь форт старый, а здесь современная жизнь. то есть два мира. Средневековый и настоящий. Вот тоже очень интересная фотография. Две знаки, на которых ничего не нарисовано. Хренька, которая разрисована. Автобусная остановка, на которой никаких нет. Машины, стоящие в эту сторону. Там что-то написано, нарисовано, вообще непонятно что. И дальше вот просто такой вот город. с забитыми этими слёклами. Вот так эффектнее это смотрится. Так хорошо рисуем начало. Кроличья нора. Угу. Тут эффектнее. Видно. они омара гоняют. Они омара вдвоем гоняют. А его там нет. Я не могу вас фотографировать. Он мутно там встекла. Саня уже туда залез своим полным кадром как бы и все они гоняют омара, которого нет. Которого нет. Гоняют омара, которого нет. Вот машина в церковь въезжает в храм. Конечно западло в храмы ходить и в них надо въезжать. Машина заезжающая в храм. Вот еще интересная тоже сцена хочется выяснить постоянно что-то и ничего не выясняется. Не за что зацепиться. Тоже геометрический абсурд. Вот еще и хорошая вещь. Там вот чудак сидит с компьютером. Тут храм, а тут некая симулякра. вот и в общем-то как бы стадии общества, стадии общества. Очень интересно. Дорога такая безумная оттуда. Пальма. и только для машин. Для тех, кто только на машинах. Для людей нету дороги. Только тех, на машинах. пешком. Туда к морю пойдет. Туда пешком. Пешком. Вот очень интересная. Это какая-то хрень 24 часа, но она пустая. Никого нет. Хотя 24 часа, но там никого нет. Вот он очень ярко смотрится здесь. Птицам деньги не нужны. Видите птицы, птицам деньги не нужны. 24 часа в сутки. Вот. Лестница, которой в общем-то нет. Она вроде как есть, но вроде как ее нет. Это очень интересное. Комикс на электробудке. Более яркий. И стол. Вот стол. Вот что он тут делает? сюда поставил? Сам комикс на электробудке уже такой электрический комикс. всем мешает комикс смотреть стол. Вот распаковка символов. Распаковка символов в красную дверь вниз. Красный цвет такой цвет знаете который типа запрет. Вход запрещен. Алиса смотрит на символы и думает типа может тебе кому-то и запрещен я без тебя выйду без входа с одним символом разберусь. Царапаться уже. в дверь уже разобралась видите довольная счастливая разобралась уже сейчас дверь будет открывать уже ключ найден все полный абсурд полный абсурд который только можно придумать и выход из абсурда нет и паркинг в середине паркуйся здесь дальше хода нет как бы ну тут интересно сзади такой этот на стене да 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 очень ярко смотрится все теперь ну вот спасибо большое м м м м Субтитры сделал DimaTorzok